Знаменитый сорт казахстанских яблок, Капорт, вновь триумфально покорил французскую столицу. В 1900 году наши яблоки впервые были представлены на Всемирной выставке в Париже, прославив свою прародину Казахстан. Через сто с лишним лет известные яблони и огромная казахская юрта разместились у здания штаб-квартиры ЮНЕСКО. Там прошло торжественное празднование одной из юбилейных дат этой организации – Тысячелетие Алматы. Наш СОП Коржанат Эрнст расскажет подробнее. Огромная казахская юрта, внесенная в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, разместилась вблизи ее штаб-квартиры в рамках празднования Тысячелетия Алматы в Париже. Перед ней расположились 25 алматинских яблонь, символизирующие четверть века независимости нашей страны. Внутренняя часть инсталляции выполнена в виде проекционных экранов, на которых транслируется видео красоты окрестностей Алматы и его современного облика. Внутри здания ЮНЕСКО открыта уникальная экспозиция – фотовыставка «Неизвестный Казахстан», собранная из редчайших экспонатов истории культуры Алматы и работ фонда первого президента нашей страны. Французы считают, что название знаменитого алматинского сорта яблок «Апорт» произошло от французского «Ля Порт». Но это лишь одна из версий. Она рассказывает о том, что выставочный стенд, на котором были представлены наши яблоки, находился у порта, то есть входа в павильон Всемирной выставки в Париже в 1900 году. Неоспоримым остается одно – во всем мире признают, что прародиной всех яблок на Земле является казахстанский Алматы. Вся эта инсталляция с казахской юрты экстраординарна, потому что это смесь наследия казахского прошлого и современности в виде современных видеокадров. У Казахстана богатое прошлое, но это также и очень современная страна. И мы знаем, что родина всех яблок в мире – это Казахстан. На торжественной презентации тысячелетия Алматы в ЮНЕСКО выступили посол Казахстана во Франции Нурлан Даненов, заместитель генерального директора ЮНЕСКО Гитачо Янгида и Аким города Алматы, Бауржан Байбек. Городоначальник рассказал собравшимся о богатой тысячелетней истории Алматы и ее современном развитии за 25 лет независимости Казахстана. Благодаря политике нашего президента Алматы за 25 лет независимости нашей страны достиг немалых высот. В прошлом году на Генассамблее ЮНЕСКО в Париже 195 стран единогласно решили внести тысячелетие Алматы в список международных юбилейных дат этой организации. Отмечая в Казахстане эту дату, мы провели свыше 200 мероприятий и сегодня здесь, в сердце Парижа, мы проводим заключительные празднества этой даты, где мы представляем всему миру наши казахские традиции и культуру. Это великолепное, невероятно важное мероприятие для ЮНЕСКО и Казахстана. Казахстан представляет от Алматы и тысячелетний юбилей его истории. Я поздравляю вас с 25-летием независимости, который отмечается в стране в этом году. За это время Казахстан достиг невероятного развития. Как мы узнали из слов мэра Алматы, ВВП города вырос в 16 раз, и он стал более диверсифицированным метрополисом. Народ вашей страны может гордиться, празднуя юбилей независимости страны. Казахстан всегда был стратегическим партнером ЮНЕСКО с момента его присоединения к организации, и уровень наших отношений остается очень хорошим. Празднование тысячелетия Алматы в ЮНЕСКО продолжилось концертом оркестра САЗГЕНСАЗА и заслуженных деятелей культуры нашей страны. Зрители из числа представителей стран-членов этой организации, а также казахской диаспоры, проживающей во Франции, были впечатлены высоким мастерством искусства казахстанских артистов.